В этом году, гуляя с внуком по магазинам Садо-Огород, мы наткнулись на такой вот горох овощной, всё фиолетово. Фирмы Аэлита. В пакетике было 5 грамм. Это где-то около 18 зёрен. Зёрна были коричневого цвета. Вот такие. Здесь вот описание, как урожай начинают собирать через 65-70 дней после всходов. Растение вьющее, смотрится очень декоративно во время цветения и плодоношения. И сейчас мы покажем, какой вырос у нас. Горошек молочной спелости – это прекрасная лакомство для детей и взрослых. Да, внучек? Да. Ты любишь такой горошек? Угу. И ещё такой необычный, правда? Да. Как заявил производитель, что высота от полутора до метр восемьдесят, вот у нук мой, метр сорок три у него. Вот он дотягивается. Протяни руку у него, Матвей. Вот, выше, выше. Где-то горох у нас будет. Если у него метр сорок три, плюс ещё рука на 30 сантиметров, уже метр восемьдесят нас достигает вот этот горох. Посадила я 30 мая этот горошек, предварительно замочила его на пять часов и сразу же в этот же день посадила. Сходы гороха появились буквально на пятый день, ничем не отличающие от обычного зелёного гороха. Вот я рядом посадила даже кустик, чтобы для сравнения было. И высота та же самая, что и у обычного. Вот, как видите, зацвёл мой горох буквально в июне нежными такими цветочками. Вот я преподнесу сейчас вот такой вот цветочек нежный. Этот цветок начинает только, вот он, цвести. Вот этот цветок уже в фазе цветения. Вот, как видите, уже цвет как бы немножко поменял, да? Вот, а это уже в фазе начинает плодоношение. Он становится такой тёмно-фиолетовый. Стручки, вот как видите, молодые, насыщенные таким вот фиолетовым оттенком. Они завязываются, молоденькие. Днём они насыщенные, вот такого цвета фиолетового. А вечером они становятся прям такие бурые, тёмные. Становят тёмно такие, такого цвета. И ещё такой налёт, как бы седоватый, сизый на них. Очень красивый. Когда они начинают созревать, они становятся вот такими пузатенькими. Вот они. Видите, какой цвет? Вот, ничем не отличается от обычного. Вот он, зелёненький, такой тоже пузатенький. У нас сегодня середина июля. Наш горох созрел. Внуки уже кушают, она добегает, сорвает по одной. Но мы сегодня уже много сорвали. Поэтому сейчас идём дегустировать наш горох. И покажем в сравнении с обычным горохом. Матвей, сорви горошину, любую полную такую сорви. Расщепляй стручок этот, посмотрим. А я зелёный. И мы сравним этот горох. Вот, смотрите. Вот у меня зелёный обычный. Площадочка зелёная. А у него вот фиолетовый. Вот он, площадочка. Покажи, Матвей, ближе. Горошинки зелёные. И чем больше тебе нравится этот фиолетовый, Матвей? По каким признакам ты лучше любишь горох? Он сладкий. Сладкий, правильно. И что он, не мягенький, да? Мягче, чем вот этот обычный горох. Вот всё различие. Так что производитель нас не обманул. И этот горох очень сладкий. Претензий к производителю абсолютно нет. Высота, как и описывается в описании, совпадает. Вот полностью стручки красивого цвета. Вот внутри они, как видите, зелёные. Мы вам показали. Сроки созревания соблюдены. Сладкие очень на вкус. Так что детям очень они нравятся. И мои рекомендации. Вот рекомендую этот сорт садить. Для себя я оставлю горошины. И украшу на следующий год беседку. Очень красиво, потому что и цветёт красиво. Как я уже показала, цветочками. И плоды очень красивые и необычные. Ну а сейчас идёмте дегустировать этот горох. И сравнивать с обычным. Собрали мы горох. Вот он овощной, всё фиолетово. И обычный горох зелёненький. Смотрите, какие плоды. Хорошие, зелёные, красивые. Так что производитель на все 100% нам заявил свои качества.